Доброе утро, уважаемые трейдеры! Друзья, большое спасибо, что подключаетесь к прямому эфиру, который, как и всегда, каждый день в 9.30 по московскому времени проходит, будучи фундаменталистами, вы понимаете, что новости – это один из основных катализаторов, которые и приводят в движение все финансовые инструменты. Ну что ж, торговая сессия понедельника выдалась не то чтобы, скажем, скупой на движение, но, возможно, мы могли бы видеть более интересную динамику, если бы содержание экономического календаря нам бы позволяло рассчитывать на более волатильные торги. Однако понедельник – традиционный день, который облегчен событиям, и плюс ко всему в этот раз у нас на рынке еще отсутствовали трейдеры из Поднебесной и из Соединенных Штатов Америки, поскольку в Китае и США были праздники. Сегодня волатильность должна быть более высокой, хотя бы потому, что все в сбой, скажем так, и все могут вернуться к спекуляциям и отыгрывать те идеи, которые раньше представляли интерес и по-прежнему сохраняют потенциал, чтобы быть отработанными. Мы следим за фундаментом. Сегодня на повестке экономического календаря тоже не так уж и много событий. Пожалуй, отдельно можно будет выделить европейскую валюту, поскольку мы с вами ждем данные по бизнес-оптимизму. Отнести этот изюй – это, пожалуй, самый лучший индикатор для того, чтобы оценить состояние промышленников. Но сразу забегая вперед, хочу сказать, друзья, то, что вряд ли этот отчет станет настолько важным для динамики европейской валюты, что евро покажет интересный ход. В любом случае, эта статистика, скорее всего, совпадет, скажем, в худшем случае с ожиданиями. В худшем случае мы увидим прирост, то есть производители, учитывая высокие показатели экспорта, учитывая улучшение экономических перспектив не только еврозоны, но и Германии, должны быть весьма оптимистичны относительно тех изменений, которые в экономике могут произойти в будущем. Поэтому я считаю, что для европейской валюты хорошее настроение промышленников – это еще отнюдь не мощный катризатор движения, потому что евро, как вы знаете и прекрасно понимаете, ориентируется на те действия, которые предпринимает Европейский Центральный Банк. Вот, соответственно, в риторике ИЦБ мы стараемся найти больше конкретики и ответов того, что происходит с евро и что может произойти в ближайшее время. Ну, о европейской валюте мы еще также поговорили. Ну, и для тех, кто торгует валютами стран Океане, австралийцам и новозеландцам, сегодня, кстати, мы уже обиновали протоколы Резервного Банка Австралии в последнем отседании. Я также обращу ваше внимание на основные тезисы того, что мы увидели. Но для тех, кто торгует австралийцам, знают, что наверняка уже знают, поскольку, ну, не могли из такого испразного интереса не познакомиться с содержанием этих протоколов уже. Но тезисы абсолютно ничуть не изменились по сравнению с теми комментариями, которые мы уже слышали от Резервного Банка Австралии. Но в этот раз есть еще, скажем, один негативный сигнал. Я был крайне удивлен, что в итоге на это был сделан акцент. Но вы должны о нем знать, как риск. Это риск пересмотра кредитного рейтинга Австралии. Вполне возможно, это случится также в ближайшее время, разумеется, пересмотра в сторону снижения. Австралиец сейчас показывает интересное движение на азиатской сессии. Это свойственная динамика для этой валюты. Мы получили сигнал, почему австралийца нужно продавать. Надеюсь, что динамика будет схожей в соответствии с ожиданиями. И дальше еще под закрытие торговой сессии текущего дня стоит обратить внимание и на новозеландский доллар, поскольку нас ожидают результата молочного аукциона. То есть, будучи сырьевой валютой, безусловно, новозеландский доллар обычно реагирует на то, что происходит с ценами на главный экспортный ресурс в Новой Зеландии. Это сухое молоко. Соответственно, друзья, мы за ним понаблюдаем. Завтра я в 9.30, когда мы с вами в очередной раз соберемся. Попробую разобрать детально те результаты, которые мы увидим по факту этих аукциона. И хочется верить, что в связи с этим ожидания довольно слабые. И новозеландцы также окажутся ниже текущих котировок. Но теперь давайте вернемся к нашему традиционному нефтяному инструменту. Собственно, за минувшую торговую сессию ничего интересного не произошло. Котировки по бренду по-прежнему держатся в районе 65 долларов за баррель. И если отметить то восстановление, которое мы наблюдали еще в конце прошлой недели, то напомню, оно было связано с комментариями министра энергетики Саудовской Аравии о том, что данный регион, как мы уже крестили лидер, действительно мнение всего Содружества Ближневосточного нефтяного картеля выступает и практически гарантирует то, что с сути сделки аналитического факта, соглашения, обязательства будут соблюдаться и дальше. Но в то же время, друзья, на рынке есть и акцент в сторону другого основного фонда. Это перспективы более высокой активности американских производителей, которые в итоге и сдерживают покупателей. Поэтому я снова обращаю ваше внимание на то, что сейчас покупки нефти, не имея какого-то мощного, стоящего фундаментального основания. Поэтому не нужно загонять себя в ловушки избыточных ожиданий, потому что вы же наверняка знаете, если уж смотрите брифинги, какой набор этих фундаментальных событий, потенциальных триггеров, а может быть уже отрабатывающих себя триггеров, того, чтобы нефтянка оснежалась. Напоминаю то, что по данным администрации аналитической информации, неделю назад у нас основа было подтверждение увеличения объема добычи в Штатах. Мы выросли в этом показателе на 20 тысяч, а практически до 10-27 миллионов. Я напоминаю также и про прогноз управления аналитической информацией, в соответствии с которым до конца первого полугодия 2018 года объем добычи вырастет до 10,6. Но я уверен, что показатель будет гораздо выше. И почему, собственно, я уверен, что производство нефти, скорее всего, будет претендовать по общему показателю на то, чтобы протестировать даже 11 миллионов платных, потому что у нас есть устоявшаяся тенденция роста нефтедобычи. У нас по-прежнему крайне высокие цены на WTI, то есть те цены, которые держат этот бизнес в высшем уровне рентабельности. Соответственно, у нас есть и статистика от Бенкер Хьюз по количеству нефтяных терминалов, которые растут уже четвертую неделю подряд. А сейчас у нас есть действие аналитического пакта, который не позволяет, скажем, расправить, скажем, руки и задействовать весь потенциал производственных ресурсов, чтобы выйти на те показатели по нему добычи, которые мы наблюдали в рамках того же самого ближневосточного картера до тех пор, пока не стал действовать вот этот пакт с соглашением по снижению добычи. И на основании всех вот этих причин, всех аргументов, которые я только что перечислил, можно сказать, что штаты действительно рискуют перевалить запланку в 11 миллионов, а перед Россией стать кучевым производителем в мире уже до конца этого года. А против нефти также действует и рост объемов добычи в странах за пределами ближнего восточного картера. Это прогнозы Международного аналитического агентства. То, что производство в этих регионах вне ОПЕК вырастет на 20 небольших миллионов, при этом спрос растет только лишь на 1,7 миллиона. И у нас, безусловно, друзья, даже несмотря на последний комментарий министра энергетики, в Саудовской Аравии есть все-таки понимание, что продолжающаяся экспансия производителей сланцев в нефти в Штатах и, скажем, на глобальном рынке, а также риск и опасение еще большей потери доли могут, собственно, заставить данные регионы досрочно покинуть соглашение. Поэтому рисков очень много, а в связи с этим я предлагаю вам придерживаться той прошлой идеи, то есть сделки в сейл, распродаж, которые я рекомендовал вам в качестве торговой активности уже давно. Надеюсь, что мы так вот последовательно и постепенно сможем с вами коснуться и 60 долларов за баррель. Российская валюта 56,41. Останавливаться не будем. Нефть по-прежнему остается ключевым драйвером для российской валюты. При закреплении снова ниже 65 по бренду мы будем наблюдать, как соответствующую слабость покажет и, собственно, курс российского валютного актива. Доллар японская иена в целом, та динамика, которую мы наблюдали в недельник, подхватила настроение, собственно, торговой сессии пятницы, когда доллар восстанавливается, иена снижается, и на фоне роста доллара рисковые инструменты также откатывают, отдавая американцу ранее отобранным, наглым образом, ценовые пункты и позиции. Доллар японская иена. Сейчас мы видим котировки 106,79. Претендуем на то, чтобы закрепиться выше 107. Причины, которые толкаются, все-таки американцы вверх, их хоть и добавляют. Наверное, если вы покупаете доллар, я думаю, что вы без каких-то раздумий и прикидок сейчас можете назвать не меньше дюжины причин, по которым доллар можно покупать. Но самое главное из них, это, скажем, чтобы не заглядывать и не обращаться далеко в историю, самые главные аргументы, почему доллар должен расти, это последние отчеты по инфляции, которые мы, собственно, разбирали с вами на прошлой неделе. Это та статистика, которая подтвердила рост инфляционных ожиданий, которая подтвердила также готовность ФРС к повышению ставок уже в ходе последующих заседаний. Мы в этом не сомневаемся, друзья. Я лишь надеюсь, что в марте никаких сюрпризов не будет, и мы не столкнемся до этого периода с ростом геополитической напряженности, которая, как риск, всегда витает над финансовыми площадками. Но сейчас ситуация спокойна, давненько мы не обсуждали уже про то, как обстоят дела с отношениями Северной Кореи и США, но не будем поминать новостной фон, потому что некоторое время назад именно из-за него мы вынуждены были мириться с динамикой распродаж американского доллара. Сейчас после выхода данных по инфляции, на фоне постоянно регулярно звучащих комментариев представителей ФРС о том, что ставка будет повышена, мы хотим получить больше, скажем, сигналов того, что кулуарное решение как бы уже принято. И, собственно, завтра, друзья, как вы знаете, у нас протоколы, кто-то читает, что протоколы заседания ФРС это вообще самое главное событие в неделе. Я спорить с этим не буду, но, пожалуй, на один уровень с протоколами в ходе этой недели я поставлю еще и динамику роста зарплатных вклад в Англии, потому что я считаю, что этот отчет может стимулировать очень интересные движения по фунту, и, в частности, я считаю на укрепление позиций британской валюты. Но если возвращаться к протоколу, мы уверены, что они будут носить действительно жесткий характер. Они лишь подтвердят то, что представители американского регулятора единогласны в констатации того прогресса, который достигнут на рынке труда, единогласны также в прогнозах последующего роста инфляции и того, что, собственно, американская экономика уже практически в одном шаге того, чтобы достигнуть показателя максимальной возможной занятости на территории США. Глядя на текущие показатели с уровнем безработицы, на динамику зарплатных вклад, это вполне оправданные и обоснованные прогнозы и ожидания. Поэтому протоколы вполне могут стать очень хорошим драйвером для доллара. Не обойдется без волатильности. Друзья, если вы будете, к примеру, торговать отложенными ордерами, вы изначально должны понимать то, что протоколы практически никогда не давали возможности отработать какую-то идею в одном направлении. Прежде чем рынок определялся с тем вектором, которого можно придерживаться по движению, мы видели серьезный разброс, и рынок обычно ходит там на 50-70 пунктов вверх-вниз, только после этого мы их формируем в такой вектор трендовый, которого и придерживается американской валюты. То же самое, скорее всего, произойдет и сейчас. Но в любом случае я хочу опустить неизбежность вот этой волатильности и отметить то, что в любом случае ситуация должна хотя бы под закрытие того сессии стабилизироваться в пользу укрепления роста доллара. Поэтому доллар и японская иена, как дуэт валютных активов, у нас по-прежнему идея, направленная на покупку, то есть это длинные ордера, бай, которых, надеюсь, вы также, как и я, придерживаетесь. Фунт против американца. В прошлой неделе, если оценивать ситуацию с британской валютой, можно сказать, мы лишь еще раз получили не один сигнал того, что рынок крайне чувствительен к любой статистике, которая позволяет оценивать состояние потребителей. Роничные продажи мы, повторяется, сейчас не будем. Разбирали их вчера, в целом не дотянули они до прогнозов довольно существенно и снова лишь акцентировали наше внимание то, что активность потребителей продолжает испытывать серьезное давление со стороны очень существенного роста инфляции. Поэтому с этим надо, конечно же, что-то делать. Я приводил даже в качестве аргумента еще и индикатор оценки финансового благополучия. У Англии он сейчас находится на многомесячных минимумах, поэтому очень большой процент домохозяйства не сменивается в том, что Банк Англии будет повышать процентные ставки в перспективе ближайшего полугода. У нас ориентиры более приближенные. Мы ждем повышения ставки не там через 6 месяцев, а уже, собственно, по итогам майского заседания. И надеюсь, что в этом среду, то есть уже завтра, когда выйдет отчет по зарплатам, мы получим еще один сигнал того, что все мы правильно делаем в плане выводов, прогнозов и ожиданий. Если, к примеру, рост дохода поставится на прежнем значении в 2,5%, все равно с равным показателем инфляции в 3%, становится совершенно очевидно, что потребители больше теряют из-за резкого роста инфляции. И сам по себе рост инфляции потребительских цен оказывает тормозящие воздействия не только на домохозяйство, но и создает очень серьезные риски для экономического селения, экономического спада Англии. Этот риск тоже ни в коем случае игнорировать не нужно. Поэтому, друзья, я по факту завтрашнего отчета по рынку труда жду рост вероятности повышения ставки в мае примерно до 75%, может быть, даже до 80%, хотя, конечно же, вряд ли рынок начнет активно закладываться под столь скорое событие. Но уверен, что в Банк Англии не останется выбора, кроме как еще раз дать понять то, что ставки будут повышаться неизбежно. Поэтому фунт, в отличие от прочих рисковых инструментов, пожалуй, единственный инструмент, в который я верю в плане роста. И по этому активу планируют добраться до уровня 1.46-1.47. Теперь перейдем, собственно, к австралийцу и новозеландцу. По новозеландцу стоит отметить последние данные по индексу цен производителей. То есть это отчет, который также указывает на инфляцию, одна из основных компонентов. Этого индикатора инфляция крайне важна для оценки того, что происходит с новозеландцем, потому что этот отчет, собственно, является основным ориентиром, одним из основных ориентиров для резервного банка Новой Зеландии, который, как вы знаете, пересматривая процентные ставки, всегда соотносит то, что сейчас есть в экономике, с индексом потребительских цен и с теми действиями, которые принимаются в плане изменения процентных ставок. И так вот, по факту последнего отчета по индексу цен производителей, в квартальном выражении у нас очередной спад 0.9 с 1.1. Рассчитываем на мягкую риторику. Она была уже неоднократно подтверждена и продолжаем, собственно, продавать новозеландский доллар. Сейчас котировки по новозеландцу 0.7350. Это пониже, чем мы наблюдали. Этот актив в ходе вчерашнего брифинга примерно на 40 пунктов. Австралийцы также у нас снижаются, тестируют поддержку 0.79. Причина – это протоколы, которые вышли в буквальном смысле несколько часов назад. И важные тезисы. Первый, он идет, скажем, открывает всю риторику резервного банка Австралии. То, что более высокий обмен курса создаст дополнительные риски и затруднит достижение целевых показателей по экономическому росту инфляции. Но Резервный банк Австралии очень много и с большой осторожностью говорил о крайней закредитованности домохозяйства, о высокой долговой нагрузке. Отметим то, что если Резервному банку Австралии придется, скажем, изменить вектор политики в пользу более высоких процентных ставок, то это изначально будет абсолютно недальновидным решением, потому что вряд ли потребители с такой загрузкой по долгам смогут адаптироваться к новым экономическим условиям. Плюс ко всему еще Резервный банк Австралии говорил про серьезные проблемы с рынком недвижимости. Решить проблему можно только ростом ипотек, которые в потенциале, скажем, и перспективе 2018 года могут быть выданы. Но, разумеется, о каком-то повышенном спросе на ипотечный кредит и при более высоких процентных ставках говорить не приходится. И также заключительный, скажем, тезис, которому можно сослаться, это инфляция будет оставаться вяло и подавно. Друзья, я надеюсь, что тех, скажем, знаний по фундаменту, которые вы уже накопили за многие годы нашего с вами совместного анализа рынков, достаточно, чтобы самим прийти к выводу, что на фоне таких комментариев Резервный банк Австралии явно пытался повлиять на курс австралийца, его ослабить. И если ему это не удается, это значит то, что, возможно, в следующий раз будут задействованы дополнительные, скажем, более влияющие на настроение рынка суждения, доводы, которые, возможно, будут уже в меньшей степени игнорироваться. Но в любом случае, то, что мы уже получили по факту сигнала от Резервного банка Австралии, достаточно, чтобы продолжать придерживаться коротких позиций и снова ориентироваться на уровень 0,80, как такой психологический рубеж, существенно выше которого мы уже давно не забирались и вряд ли заберемся, потому что Резервный банк Австралии держит этот уровень, как когда-то. Вы помните, у нас был своего рода уровень непокребимости, это отметка 1,2 по паре евро о свисе. По европейской валюте сейчас все сводятся во мнении, что на курс евро будет оказывать влияние только доллар. Мы про доллар уже с вами говорили, ждем протоколы поддержки для, собственно, американцев. Европейская валюта уже находится в нисходящей динамике, но самое главное нам сейчас подальше. Затем от отметки 1,25 котировки 1,2379 сейчас в идеале бы нам закрыть эту неделю как можно ближе к уровню 1,22. И будем надеяться, что доллар нам в этом поможет. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Соответственно, если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем форуме о маркетинге, а также использовать канал на YouTube, который является довольно открытым, скажем, инструментом коммуникации. Те, кто постоянно проявляет активность на нем, знают то, что я не оставляю без ответа комментарии. Отвечаю на ваши вопросы. Если какой-то из инструментов остался неразобранным, но он для вас крайне интересен, вы спрашивайте там. Я, безусловно, даже если не в формате видеолейфинга, то текстом отвечу. С другой стороны, также хочу отметить, друзья, то, что я с удовольствием готов включить в ежедневный обзор, скажем, анализ и оценку ситуации по тем инструментам, которые интересны вам. Я их, возможно, по той причине, что они востребованы не для большого круга трейдеров, не включая ежедневные брифики, но готов исправиться. В любом случае, этот материал готовится только для вас, для того, чтобы вы были в курсе всего, что на рынке происходит. И, соответственно, исходя из этого новостного фона, фундамента, который складывается, уже настроили, либо подстраивали, корректировали ваши торговые идеи и ваше видение рынка. На этом, собственно, все. Хорошая торговая сессия. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Всего доброго. До свидания.